Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на портале Экзегет мы продолжаем изучение третьей книги «Царств», и мы будем читать десятую главу этой книги. Если девятая глава описывает величие правления Соломона, как бы апогей, и построен был храм, и построен был царский дворец, и Господь второй раз является Соломону, то с десятого стиха мы уже будем видеть падение этого царства, то есть обнаружатся некоторые предпосылки, что этот человек не смог устоять в той благодати, в тех особых благословениях, которые он имел от Бога. И первый стих десятой главы «Царица Савская, то есть царица Эфиопии, услышав о славе Соломона, во имя Господа, пришла испытать его загадками». Ефрем Сирин в трактате, который называется «Гимны о вере» пишет, «Царица Савская была овцою, пришедшей в стан волков, и Соломон действительно дал ей светильник истины и взял ее в жены. Когда совершилось его падение, она просветилась и удалилась, но они пребывали во тьме, как им и было свойственно». В Писании еще в книге «Второзаконие» Господь предупреждал, чтобы еврейские цари не заводили много колесниц и много жен, потому что жены могут развратить сердце человека. Но «Царица Савская» – это некое такое исключение. Про нее мы прочитали. «Царица Савская, услышав о славе Соломона, во имя Господа, пришла испытать его загадками». Она искала Бога, и она хотела побеседовать с этим человеком, чтобы испытать, знает ли он волю Божию или нет. О его других женах, особенно об египтянке, не сказано, что она пыталась понять волю Господа. В отличие от царицы Савской, которая является символом языческой церкви, которая находит Христа на востоке, также «Царица Савская» – это символ всех паломников, которые посещают Святую Землю ради тех благословений, которые могут там обрести. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями, и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не объяснил ей. Соломон, как мы читали ранее, он считался мудрейшим из всех людей, когда-либо живших на земле. Беда Достопочтенный пишет, в книге «Царств» мы читаем, что царица Савская пришла с самого края земли услышать мудрость Соломона. Дело в том, что в обычае того народа было, чтобы им всегда правили женщины, которых называли кондаками. Отправка эфиопской царицы сокровищ народов в Иерусалим обозначает то, что церковь принесет Господу дары добродетелей, веры, и темология соответствует ее имени, поскольку по-еврейски кондакия значит обменная. В Писаниях именно ей сказано «Слышь, тщерь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего». Такое объяснение дает беда Достопочтенный. То есть был обычай в эфиопской земле, правителям ставили женщину из династии, которая она управляла своим народом, и было определенное название, которое можно было понять как обмен. имеется в виду, что то, что они могли дать царству Соломона, они дали, но взяли нечто значительно большее. Они приобщились к божественной премудрости, позже именно они стали христианами, и в этом месте, где в основном исламские государства, в окружении исламских государств, только Эфиопия сохраняет чистоту христовой веры, и мусульмане не посягают на них, потому что когда ислам только начинался, и мусульмане искали землю, где бы им спрятаться от язычников, Аравии, которые за ними гонялись, только христианская Эфиопия приютила их. И мусульмане об этом помнят, как в книге притчи Соломона сказано, пущенный по водам хлеб всегда возвращается, и эта земля до сих пор остается христианской. «Итак, увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил». Здесь мы обратим внимание к толкованию Оригена. «И увидела царица Савская всю мудрость Соломона». Писание удивляется, что царица Савская пришла от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. Когда она увидела его трапезу, утварь и слуг в его доме, то была поражена, и вся пришла в изумление. Если мы не принимаем с готовностью столь великие богатства нашего Господа, такие убранства, слова и изобилие учений, если мы не едим хлеб жизни и не вкушаем плоти Иисуса и не пьем кровь, если презираем пиршество нашего Спасителя, то должны знать, что у Бога есть и благость, и строгость, из которых мы должны более молить о благости к нам во Иисусе Христе Господе нашим, которому слава и сила во веки веков. Аминь. Оригин обращает внимание на то, что царица Савская была поражена красотою того наряда жизни, который был в доме Соломона. А то, что мы имеем в церкви, оно, конечно же, без сравнения более значимо. Она увидела и пищу за столом его, и жилища рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев их, и всесожжение его, которое он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться, и сказала царю, верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей. То есть она пришла испытать мудрости Соломоновой, и она увидела, что во всех отношениях и в общении с Господом, и в общении с подчиненными этот человек ведет себя разумно, никакой опрометчивости он не проявляет. Но я не верила словам. Действительно, трудно поверить, что есть какой-то идеальный правитель, который бы устраивал всех. Вот Соломон до определенного момента был именно таким человеком. Но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои, и вот мне и в половину не сказано мудрости и богатства у тебя больше, нежели, как я слышала. Ириней Леонский писал, «Зачем искать истину на стороне, когда в церкви, как в огромной сокровищнице, все собрано для нашего блага? И когда человек из мира, как царица Савская, хочет испытать истину Христа и приходит в церковь со своими вопрошаниями, он реально через Писание, через наставление святых отцов может получить ответы на все самые сложные вопросы». «Мудрости и богатства у тебя больше, нежели, как я слышала, блажены люди твои и блажены сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь, Бог твой!» Она благословляет Бога Соломона, использует два имени, это четырехбуквенное имя, Яхве и имя Божье Элагим, значит, она посвящена в тайну этих имен Божьих. «Да будет благословен Господь, Бог твой, который благоволил посадить тебя на престоле Израилевым. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду». Соломон действительно был известен как человек, который творил правые суды, и мы уже сталкивались с примером его судопроизводства, какую мудрость он проявлял. «И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни. Никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону». Здесь нужен комментарий, зачем такому богатому царю еще какие-то подарки. Ефрем Сирин в своем комментарии на Третью книгу царств пишет, «Царица Савская была образом церкви. Первая приехала из дальних земель к царю Соломону, а последняя пришла из четырех стран света ко Христу». То, что царица не знала, она узнала от Соломона и уехала обратно в свою землю со многими дарами. Здесь тайна, которая оставалась сокрытой в течение веков и поколений, была, наконец, раскрыта. После того, как она научилась презирать земные богатства, она сделалась соучастником и распределителем небесных сокровищ. Почему мы не подражаем царице Юга, с которой наша Мать-Церковь брала пример, предлагая золото, драгоценные камни и благовоние Христу? «Смысл же в том, что мы теряем никчемные вещи для того, чтобы обрести великие, которых взыскиваем и которых нам не достает». Ефрем Сирин подчеркивает, что все эти богатства в глазах того, что она приняла истинную веру, истину монотеизма, «Ничто». Потому что все заключается в благословениях Божьих. И если кто-то имеет благословения Божьи, он счастлив ими, он наслаждается ими. И далее мы читаем. «И корабль хирамов, который привозил золото из Афира, привез из Афира великое множество красного дерева и драгоценных камней и сделал царь из всего красного дерева перила для храма Господня, для дома царского». Вы видите, в жизни Соломона царил порядок. Сначала для храма, потом для дома. Вот этого недоставало как раз Давиду. «И гусли, и псалтыри для певцов никогда не приходило столько красного дерева и не видно было до сего дня. и царь Соломон дал царице Савской все, что она желала и чего просила и сверх того, что подарил ей царь». Очень сложная конструкция. Перечитаем. «И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала. Она желала задать вопросы и получить на них ответы. И что просила? Она просила познания о Боге, то есть сверх тех вопросов. И она узнала имена Божие. Что подарил ей царь Соломон своими руками? Не уточняется. Она понесла ребенка от Соломона, от династии Давида. И все правители Эфиопии с древнейших времен подчеркивали свою причастность к дому царя Давида. Это очень древнее предание. И отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее. В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, и вот сейчас мы столкнемся с числом, которое всегда заставляет христиан немножко вздрагивать. В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых. Это число свидетельствует о несовершенстве. вот три семерки, вообще семерка в библейской сематике это неопределенное число в сторону увеличения, а шестерка, повторенная трижды, это неопределенное число в сторону уменьшения. То есть отсутствие благодатной полноты, потому что семерка это еще и благодатная полнота. Это как бы такой ремес, намек на то, что причина падения дома Соломона, самого Соломона, это как раз богатство, которое он имел. «И сверх того, что получаемо было от разносчиков товара и от торговли купцов, и от всех царей равийских, и от областных начальников, то есть кроме тех налогов, которые давали те, которые имели право торговать на земле Соломона. «И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота по 600 сиклей пошло на каждый щит, и 300 меньших щитов из кованого золота по три мины золота пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева, и сделал царь большой престол из слоновой кости, обложил его чистым золотом, к престолу было шесть ступеней, опять, казалось бы, деталь такая незначительная, но не семь, шесть, не полнота, вверх сзади у престола был круглый, и были с обеих сторон у места сидения локотники, и два льва стояли у локотников, два льва, ну, казалось бы, гармонично с одной стороны и с другой, но лев это двойственный образ Библии, лев это символ Христа, в книге Бытия сказано лев из дома Иудова, это Христос Спаситель, и о дьяволе сказано, что дьявол как рыкающий лев ходит, ища кого поглотить, Соломон уже оказался между Христом и дьяволом, потому что его жены и мужа читали, побуждали его приносить жертвы на высотах, кроме того, что он делал для истинного Бога Авраама Исаака Якова, его египетская жена, прежде всего, другие жены, они развращали его сердце. И еще двенадцать львов стояли там на шести ступенях по обе стороны. Двенадцать по обе стороны, это с одной стороны шесть и с другой стороны шесть. Подобного сему не бывало ни в одном царстве. Действительно, он так высоко поднялся, что как бы не закружилась голова, когда человек действительно достигает какого-то невероятного положения, он должен опасаться. Это уже зона риска. Богатство само по себе это зона риска. А богатство и власть это более чем зона риска. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота, из серебра ничего не было, потому что серебро во дни Соломоновой считалось ни за что. Ибо у царя был на море фарсийский корабль с кораблем Хирамовым в три года раз приходил фарсийский корабль, привозивший золото и серебро, слоновые кость и обезьян и павлинов. «Царь Соломон превосходил всех царей земных богатством и мудростью, и все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его». Действительно, источник мудрости это Господь. В Писании сказано, что от избытка сердца говорят уста, но в то же время в Писании сказано, что от слов человек своих осудится или оправдается. И они подносили ему каждый от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежда, и оружие, и благовоние, коней, и мулов каждый год. «И набрал Соломон колесниц и всадников у него было 1400 колесниц и 12 тысяч всадников, и разместил он их по колесничным городам и при царе в Иерусалиме». Имеется в виду боевые колесницы, конечно, наподобие египетских. «И господствовал он над всеми морями от реки до земли Филистимской, то есть от реки Ефрат, граница с Меспотамией, до земли Филистимской, побережье, и до пределов Египта. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры по их множеству сделал равноценными сикаморами, растущими на низких местах». Здесь посмотрим истолкование на этот текст. Ефрем Сирин пишет, «Это значит, что знание святых вещей должно быть сообщено всем народам везде через пришествие и явление Христа. То, что царь сделал серебро в Иерусалиме, равноценным с простыми камнями». Ефрем говорит, это означает, что знания о Боге должны быть доступны, хотя они более значимы, чем золотое серебро, они должны быть доступны для всех. И Исаия предсказал пришествие Христа самым ясным образом, сказав, «Ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Писание обычно использует символ серебра для обозначения святого учения Христа. Кстати, не золото, а именно серебра. золото огнем очищено, это добродетели. Действительно, это чистый и яркий и звонкий металл, и его качество необычайно соответствует Христову Евангелию. Агей предсказал, что храм Господа, который из Церкви Христа, должен быть наполнен таким серебром. И ссылка на пророка Агея. Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их из Кувы за деньги. Колесница из Египта получаема и доставляема была за 600 сиклей серебра. Колесница в то время это как танк самое мощное такое оружие. А кони за 150 колесница по-еврейски насколько я помню Меркаба и танк по-еврейски тоже называется Меркаба. Они стараются сохранять старые слова. Таким же образом они руками своими доставляли все это царям Хецким и царям Арамейским. То есть на самом деле это оружие Египет продавал не только Соломону. Таким же образом он торговал с соседними народами, которые потом будут воевать с потомством Соломона. Здесь начало падения Соломона обозначено вот этими цифрами, которые мы видели. А далее в следующей главе мы увидим гнев Божий на Соломона, его падение из-за того греха многоженства, в который он впал. Но это если мы будем живы, Господь позволит. В следующий раз тогда будем читать 11 главу. Соломона, в следующем Продолжение следует...